Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». Сегодня 1 января 2021 года. Это значит, что новый 2021 год наступил. Вчера провожали старый 2020, с нетерпением встречали новый 2021. Как всегда, пытались найти что-то хорошее в уходящем году. И, конечно же, все самое лучшее забрать с собой в новый 2021 год. И сегодня, 1 января, мы не можем не пригласить в нашу студию главного, я бы даже сказал, главный символ нашего праздника – Деда Мороза. И сам Дед Мороз, я не знаю, как он нашел время, здесь у нас в студии. Здравствуйте! Здравствуй, внучка! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Скажите, пожалуйста, а когда Дед Мороз начинает работать? Говорят, с лета еще. Вот мне нравится, когда спрашивают, когда работа начинается. Он ее не прикроет, он живет просто, понимаешь? Другое дело, что я иногда делегирую права людям, хорошим ребятам, которые покупают костюмчики, обеспечивают, скажем так, доброту и понимание среди народного населения. То есть дарят подарки, приходят, проводят праздники. Вот это правильно! Я же везде тут не успеваю. Вы настоящий Дед Мороз. Мало того, у вас есть свой день рождения, и вы работаете действительно 365, иногда 366 дней в году. Вот скажите, 2021 год, он же как получается? Он как внучок, что ли, получается? Если есть Снегурочка, еще маленький мальчик, на нем всегда пишут, 2021 год, правильно? Потом он вырастает, вот исчезает, ему в смену приходит другой. Вот мальчик 2020 был одним таким, с не очень хорошим поведением, а 2021 какой будет? Ну, миленькая, коренькая, скажу сразу. Мальчики те канули в лето в советские времена. Вот, а сейчас уже мальчики не в моде. Так. Вот, поэтому мы уж без этих мальчиков, девочек и так далее. Внучка, названная у меня из Снегурочки, которая помогает, все выстраивает, там ведет это летоисчисление. Это не принципиально. Самое главное, чтобы праздник был в душе и в сердце. Вот что самое главное. А какой год, 20-й, 21-й? Да и вот эта вот ерунда, которую напридумывали себе люди. Другие болячки, что, не приходили на землю? Приходили. И много было. Тоже в масках ходили, и этих халатах, мас-халатах, или как они там называются, специальные, чтобы не заразиться. Но сейчас, я думаю, много напридумано. Вот говорю, как волшебник, как сказочник новогодний. Вот, для меня. Сейчас Сант-Клаус сидит, понимаешь, надел эту стекляшку на лицо, да еще впереди поставил стекло. Бациллы или вирусы там и так далее. Дорожку найдут, если надо. Вот, тут ведь все главное в мозгах и в сердце. Вот, если ты по-настоящему любишь людей, если ты помогаешь, то и ты думаешь о них, и о себе заботишься. Есть масса способов профилактики. Взял ватный тампончик, этим, как его, лимончиком помазал носовые эти. И все нормально, и не заболеешь. Вот, ну и кушать надо. А Дед Мороз, кстати, когда-нибудь болел вообще? Вот он же крепкий такой. А это зачем? Ну как, год был сложный, мы вот все как-то немножко переживали. Нет, миленько, я не болел. И не собираюсь. Работы много? Да не работаю. Я живу просто, понимаешь. Я просто живу, творю добро, вот помогаю людям. Мне говорят, дедушка, ты мне не тот подарок принес. А что значит не тот? Я знаю, кому что подарить. А вот говорят, что до сих пор, понятно, что дети всегда уверены, что Дед Мороз есть. И многие взрослые даже. Но некоторые говорят, что Дед Мороз – это придуманная история. Ну, я даже переубеждать не буду. Если человек верит в доброту, человеческого слова, доброго дела, у него есть мечта по жизни, и он следует ей. И он обязательно добьется, если шажочек за шажочком будет продвигаться к своей реализации своей мечты. Вот так и здесь. Если человек с добрыми помыслами идёт к другим людям, чтобы помочь, чтобы сделать то, что действительно от тебя ждут, не навредить. Это как в заповедях у Христа, понимаешь? Вот. Поэтому здесь, если живёшь по тем добрым заповедям, значит, у тебя всё в жизни будет хорошо. Ну, а волшебство – мы все волшебники по-своему. Кстати, мало того, что фильмов много, мало того, что книг много, посвящённых волшебству, но ведь действительно под Новый год, и вот в этот долгий период у нас в этом году будут длинные праздники, Рождество и так далее, действительно с людьми происходят какие-то чудеса. Они что, открывают для этого сердце, чтобы чудо произошло? Ну, дети, они чистые рождаются. Это мы, взрослые, их в какой-то степени портим. И сами себя портим. Ну, и себя тоже. Конечно. Вот, быт определяет сознание, как говорится. Вот. А здесь, если отвечать на тот вопрос, на твой вопрос, каждый имеет право ходить направо, ходить налево, там, и так далее. И у каждого есть какая-то цель. Другое дело. Добьёшься ты её или нет? А почему? Может, старался слабо. Может, не той дорогой пошёл, может быть, остановился и задумался, и долго-долго думал. А здесь надо было решать и идти вперёд, и делать. Вот если ты делаешь, вот по восточному календарю, насколько я знаю, нынешний наступивший год, он год серебряного быка. Вот. А бык напористый, он добивается всего. Если ты не будешь напористым, да ничего ты не добьёшься, так и будешь мямлей. Вот. На столик надо обязательно всё, что угодно, он любит покушать, если говорить о блюдах. Но никаких красных и там... А, да, он же не любит красного. Никакой говядины. Вот, и одеваться надо. Соответственно, вот как дедушка сегодня к вам пришёл. Вот. То есть синяя версия дедушки Мороза должна быть. Любая. Главное, чтобы тебе удобно было и нравилось. Ну, вот я правильно. Ой, ты прямо в тренде. На тренде, да. Кстати, по поводу того, что должно быть на столе. Вот помимо блюд, для того, чтобы чудо произошло, что ещё нужно? Ёлку зажечь? Салатки. Салатки обязательно. Салатки обязательно. Но волшебство подготовить для детишек. Вот. Ну, подарки своими руками сделать, а не купить в магазине какую-то китайскую... А, своими руками? Конечно! Вот, когда человек делает своими ручками, он вкладывает частичку своего сердца, своего умения, своего, скажем так, своей мечты. В любое. Что бы он ни делал, как бы он ни делал, он всё равно вкладывает. Потому что это своими ручками сделано. Вот. А на стол тоже надо посмотреть, поискать, поспрашивать, какое блюдо получше. Но, а должны быть традиционные блюда, или можно что-нибудь новенькое приготовить? Новенькое – это всегда приятнее. Да. Ага. Новенькое – это всегда приятнее. Да, да, да. И неважно, чья это кухня, там, испанская, аргентинская, там, или индонезийская. Главное, чтобы тебе нравилось. А бычок, он всё срубает. Да. Всё в дело пойдёт. Вот. Но никакой говядины. Да. А, говядину нельзя? Да. Ага. Мясо поменьше можно? Мясо другое и рыба. Да, да. Рыбу можно. Это вот в год, наступивший год быка, если говорить конкретно. Понятно. Хорошо. Но мы же знаем, что, кстати, если внимательно посмотреть календарь, то в самых разных странах мира практически каждый день у кого-то есть Новый год. Какие у вас отношения с другими коллегами, которые, скажем так, выполняют и ведут чудесную работу, там, Санта-Клаус и другие ваши коллеги? У вас с ними есть связь? Замечательно. Я же не отсталый какой-то старикан в лесу. Да, у меня Кузьминский лес там и очень прилично. Кстати, на днях открыли целую такую замечательную трофу сказок, которые мне говорят, дедушка, а почему у тебя там мало наших сказок? Я говорю, так мы же живём в мире, где все люди разные, разные национальности, разные языка там. И сказки разные, да. И сказки разные. Поэтому у меня и леса в стране чудес, и этот щелкунчик. Вот, и 12 месяцев. Конечно. Где, кстати, единственная в стране большой памятник мне стоит. Так мы начали о чём? А как у вас дипломатические связи с Санта-Клаусом, налаженной, с другими коллегами? Отличные связи. Отличные связи. У меня есть прямой телефон. Так. Садите, звоню. Вот. У меня замечательное отношение с Йолопуке, которая в Финляндии. Да. Вот. Во Франции тоже очень хорошо. С якутским, всероссийским, в Устюг. Да. Позваниваю и так далее, и так далее. Со всеми связь налаженная. Ты знаешь, миленький, я против того, что называть там бурятский, ташкентский, там ещё какие-то так далее. Дед Мороз, он и есть Дед Мороз. Вот так вот. У меня ещё такой вопрос. Как правильно дарить подарки детям? Мы выяснили, что лучше они должны быть ручной работы. Да. И не только детям. Да. А как их? Под ёлочку. Вот в разных странах же по-разному. Где-то там носочки прячут подарок, где-то под подушку кладут. Вот вы что посоветуете? Я говорю, я всегда хорошо. Лучше под ёлочку. Вот. Это наш традиционный подарочек. Чтобы никто не заметил главное. Да. Ну, я же помню, как ты маленький был. Да. Я пришёл, а ты спишь под ёлочкой. Ожидал меня увидеть. Да. Подарчик-то получил? Получил. Ну вот, видишь, дедушка всегда приходит тогда, когда его никто не видит. Повесьте, откуда ведь из древних времён вешали, ублажали. И мне дарили, хотели, скажем так, умелость влечь. Слабости всякие, конфеты. Всё вешали. Сейчас уж не будем вдаваться в подробности. Язычество было. Тяжёлые времена и с продуктами было хуже, чем сейчас. Магазин пошёл, купил. А тогда надо было добыть. Да. Вот. Побегать ещё за этим моментом. Потом, помните, одно время ёлочку даже запрещали ставить, а потом опять разрешили. Всяко было? Всяко. В советские времена, да, было, да. А потом был такой человечек, то ли Паскрёбышев, то ли ещё как-то. Ух ты, какие фамилии вы помните? Ну, кто дал дорогу-то? Вот, а как же. Вот, Иосиф Виссарионович Югашвили, Сталин его называли. Вот, и он тоже молодец в этом плане разобрался, вовремя сказал, ну, давайте. И в Кремле началось в 35-м году. Я помню всех моих ребятишек, которые выходили, поздравляли и так далее. Вот, замечательный был, замечательный этот Гаркави, Гаркави, отличный был. Назаров Дима, который кухню у вас на телевидении ведёт. Вот, хорошие, очень добрые ребята. И поэтому я им доверил поздравлять детей и проводить праздники. Без праздника в жизни нельзя. А вот Дед Мороз, он, понятно, что он готовится весь год, да, как ты себя ведёшь, значит, что ты получишь по итогам. Но это как ждать можно подарка? И до конца праздника, до конца января ещё, до конца трещинских морозов подарок? Ты подарок получил под ёлочку? Я, да. Новый год наступил. Но можно же ещё там в гости кому-то съесть. Ну, есть старый Новый год. Старый Новый год. Хорошие традиции. Есть Рождество, 7 января. Все традиции я помню в каждой стране. Вот, наблюдаю, помогаю, подсказываю, общаюсь с коллегами, если можно так сказать, друзьями, братьями, сёстрами. У меня их много. А вот почему зимы стало мало, Дед Мороз? Что тебе мало, Дед Мороз? Последние годы мало? Мало снега. А тебе вот зачем? А я люблю, я вообще лето не люблю. Я люблю, когда зима, когда снежинки, когда морозно. Просьба принимается. Ты где живёшь, на какой улице? Я живу возле Гагарина памятника. Подсыплю. Чуть-чуть? Да. Кстати, по поводу подсыплю, я помню, может быть, в этом и была какая-то суровая правда, но зимой прошлый, кстати, снег привозили в Москву. Не знаю. Привозили, специальными машинами. Миленький, но я хочу сказать, да, ну а почему бы не подбавить? Коммунальщики плохо отработали, может быть, я на них грешу, может быть, но иногда они озарничают. Вот, я хочу сказать, мне твои коллеги звонили, спрашивали в прошлом году, будет ли на Новый год? Будет, и на этот тоже будет. Было? Было. Вот, я обещал, я сделал. Хотя бы с 23 до часу ночи, да? Ты знаешь, да, 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 есть такая шутка. Дедушка обещал, дедушка выпал. Нет, если не выпалил, значит, передумал. Ну вот в этом месте мы сделаем небольшую паузу, ну а затем вернемся и узнаем, как же в этом январе все-таки будут отмечаться праздники в связи с определенными ограничениями. Может быть, дедушка нам расскажет, кому он придет в гости, а кому нет. Напомню, что эта программа «Открытый диалог», сегодня 1 января, и уникальное интервью с Дедом Морозом. Как вы понимаете, вроде как и много вопросов, а с другой стороны, мне кажется, что Дед Мороз все знает, чего не спроси, на все ответит. В этом году, вернее, в прошлом, сказали, что будем отмечать Новый год чуть-чуть скромнее, чем обычно. Это как-то сказалось на ваших традициях? Или кому-то придет Дед Мороз, кому-то не придет. Да, если надо, придет. Если надо, придет. Главное – желать, прежде всего. А потом, наш народ смекалистый. Вот, ты, миленький, вполне подходишь для этого. Бороденку купишь, наденешь, главное, чтобы от чистого сердца. Да, я свою покрашу. Вот, могут признать соседи, скажут, дай-ка, наш сосед Колька. Вот, и я хочу сказать тебе, миленький, год прошел. Так. Ну, как говорили старики, слава Богу. Тут ведь, что бы мы ни придумывали, охот исторический, он идет и идет. Народа много, стран много, у каждого традиции, у каждого свои какие-то обряды. Тяжело прошел год, тяжело. Вот, маски носили, да и сейчас некоторые носят. Вот, затягивает. А я, говорит, я вот тут видел, я говорю, а что ты до улицы-то, миленькой, маски-то ходишь? У меня по тропе. Он говорит, а я привык. А может быть, просто дедушка наморозил так, и маски ему теплее. А вот, раньше-то маски запрещали, нигде нельзя было. Вот, а сейчас, пожалуйста. А, кстати, кто к вам приходит? И где можно загадать желание? И почта Деда Мороза, что же работало? Почта работает, если говорить про Москву конкретно, во всех парках Москвы. Сразу вы видите, красные такие ящички. Ну, я знаю, что в 20 из 100, а их более 100 парков, скверов, так, в 26 стоят мои ящички. Усадьбы Деда Мороза. И они все приходят к Деду Морозу. Так у меня 30-40 тысяч ежегодно писем. И на каждое я отвечаю. Мои помощники отбирают, подготавливают. Я пишу ответ. Вот, если... Да, электронная почта работает на сайт. Конечно. То есть, в ногу со временем? Конечно. А как загадать правильно желание? Вот, когда на Новый год, понятно, мы уже проехали эту историю, но, тем не менее, люди пойдут сегодня в гости, пойдут завтра в гости. Как правильно загадать желание? 7-го, 13-го можно тоже еще. Как? Вот в бокале надо вот эту залу какую-то там, бумажку съесть надо? Выпить? Разные варианты. Нет, нет, совершенно не обязательно. Ну, вот, как тебе сказать? Главное, подумать о хорошем. Подумал о хорошем? Закрыл глазки, подумал о хорошем, и потом шажочек за шажочком притворяешь это в жизнь. Все. Главное, не отступать в сторону. И все обязательно исполнится. Но не бывает же так, что ты просто что-то хочешь? Наверное, что-то надо для этого сделать, правильно? Думать о хорошем. Думать о хорошем. Это самое главное. О добром. Дедушка, а почему в мире по-прежнему так много зла? Ну, мне такие вопросы задаешь, я как будто Господь Бог на это отвечаю. А как деду Морозу задать такой вопрос? Я, конечно, из того самого Реопага, еще с языческих времен сюда прибыл. Ну, а тем не менее, могу сказать, чтобы ты не ошибался на этот счет, как правильно, как правильно сделать. А правильно надо сделать, как я уже сказал, думая о хорошем. И, кроме всего прочего, думать о близких. Чтобы не навредить никому. Чтобы вот твое желание прежде всего никому не навредило, а только принесло пользу. Ну, я так понимаю, сейчас мы находимся вот на длительных новогодних каникулах. Кстати, в прошлом году слово каникулы приобрело несколько иной смысл. Дистанционные каникулы. Да, тем не менее, все равно люди наверняка будут ходить к своим родным и близким, к тому самому еще возрасту 65+. Тем не менее, вот многие разделены границами. Не могут поехать к маме, к бабушке и так далее. Вот позвонить, связаться. Надо всех вспомнить, всем вот свою любовь как-то передать. Ну, ватсап никто не отменял. Так. Как раньше говорили, телефончик поднял, позвони. Позвони маме, напиши маме. Эпистолярный жанр стали забывать. В письме ведь чувствуется тепло, чувствуются отношения. Вот. Напиши письмо, дай телеграмму, что я жив-здоров. Будут радоваться все, и старенькая бабушка, и мама вдалеке, если ты в армии, или у тебя какие-то длительные командировки. Напоминая себе. Конечно, не хватает заботы старикам. Конечно, не хватает любви детям. Вот. Больше. Больше надо общаться. Этого сейчас очень не хватает. Все уткнулись в этот мобильник, понимаешь? Вот, смотрят, и начинают там ТикТок, или Инстаграм, или еще. А, дедушка-то все знает, все понимает. А у дедушки есть свой ТикТок? Все есть. Да. У меня все есть, миленько. Мои помощники, они держат руку на пульсе. На пульсе времени и всех технологических вот этих информационных новинок. Поэтому я и пришел к вам, чтобы рассказать, что я не лох какой-нибудь из леса вышел и ничего не понимаю. У меня все есть это. И самое главное, я слежу за теми новинками, что происходит в мире. Вот, мои помощники молодые, ребятки и так далее. Многие говорят, дедушка, ты на чем ездишь? Я говорю, на лошадках, олени, олени у Санта-Клауса. Вот, с Рудольфом и все остальные по именам. Понятно. А верит ли Дедушка Мороз в астрологический прогноз? Вы сами сказали, что у нас будет год Серебряного Быка. И сейчас и до Нового года, и после Нового, потому что в феврале у нас обычно наступает восточная версия. Многие начинают изучать, что со знаком связано. Я сейчас скажу такую вещь, которая, может быть, кому-то не понравится. Я за восточным календарем не слежу. Это мне так подсказывают, мне больше интересен тотемный славянский гороскоп. Истинно, вот те животные, которые среди нас живут. Да, нет там, может быть, крысы или белые мыши или еще чего-то, или обезьяны. Но зато есть мезгирь. Кто такой мезгирь? А это паук. Так. Вот, миленький. Ну и так дальше. Парящий орел. Вот. Но многие другие, скажем так, животные, которые сопровождают человека по жизни, и в нашей славянской тотемной, значит, вот этой гороскопной теории, они имеют главенствующую роль. И они не случайно там появились. Потому что предки современных людей, вот так, из далеких времен, они же очень почитали природу, вот, и с теплом и добротой относились ко всему, что окружают, берегли ее. А сейчас один бизнес, ничего не жалеют. Я уж не буду на эту тему, это отдельная тема разговора. То есть будем стараться вспоминать хотя бы на Новый год, что кроме бизнеса есть и река любимая, и есть лес любимый, и животные, и даже паучок любимый. Да. И, кстати, а домашние животные? Им же тоже подарки надо сделать на Новый год. Ну, конечно. Вот. Вот. Это не обязательно на шею колокольчик вешать, чтобы знать, где кошка бегает. Да, да, да. Что-нибудь вкусненькое. Вот. А, конечно, вкусненькое. Как я уже сказал, то, что полезно тому или иному животному, не надо перекармливать. Главное, понемножку, но почаще. И они сами отблагодарят, будут ластиться, будут уважать, любить тебя и помогать по жизни. Кошка приходит, легла на коленочки, значит, коленочки немножко болят. Да. Вот, собачка пришла, лизнула, не только проявила любовь, заботу, а сказала, мне бы побольше, почаще с тобой встречаться. Не хватает вот этого. Не только людям, но и животным. Дедушка, еще такой вопрос. Перед Новым годом-то новогодние корпоративы практически, ну, не то, что отменили, но сократили их, да? А ведь раньше-то как было. Много людей собиралось вместе на работе, звали дедушку и отмечали вместе. Вот. Я к чему этот вопрос задаю? Когда же все вернется? Да, скоро. Скоро? Скоро, скоро. Даже не замечешь. Забудешь и будешь так вспоминать. Слушай, а было, да? Да, было, да, было. И масочку повесим так на память, да? Да, да, да. Но у вас со Снегурочкой много работы предстоит. Вы до скольки, до которого времени? До весны с нами будете? Снегурочка-то, да, она работает. А я просто живу, мне нравится. Вот. А круглый год? Круглый год. Круглый год. У нас работы-то много, если говорить, если о работе говорить. А так занятия по жизни тоже. Как я сказал, на письма ответить, книжки почитать, друзьям съездить, на рыбалочку, грибочки, ягодки, гарнировочек обновить. Да, да. А жизнь какая происходит в резиденции? В Московской? Трон есть, да. Трон? Да, трон исполнения желаний. Приходишь, загадываешь, и все исполняется. Многие не верят. Недавно... На него сесть нужно, да? Загадалась. Да, да, да. Года два назад девушка пришла, говорит, дедушка, выручай, выручай. Я говорю, что с миленькой, что с тобой? Она говорит, детишек у нас нет. Я говорю, садись, миленькой. Вот, и потом пришла двойняшка. 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 Хорошо села на фронт. Правильно заветное свое желание закатала. А вот что ни в коем случае нельзя на Новый год делать? Ну, понятно, что нельзя ругаться, да? Нельзя думать о плохом, наверное, да? Постараться только... Вот Новый год – это доброта. И протянуть ее надо до следующего Нового года. Да это по жизни надо, с позитивом жить. С улыбкой, больше улыбаться. Но люди же ссорятся почему-то. Вот почему же они ссорятся? Что же им не хватает-то? Тому машина нужна, тому квартира. Ничего личного, сплошной бизнес. Да. Но это веление времени, к сожалению. К сожалению. Время такое. Вот, поэтому немножко ожесточается человек сердцем. Время такое потребительское. Отношения, соответственно, друг к другу замыкаются. Раньше ходили, я помню, сосед к соседу было. Ну, это не в племенные времена, а уже вот практически в наше время, там, 19-18. Ходили друг к другу. Вот, посещали, чаи гоняли. Когда к соседям ходил, чаи гонял? Теперь же не знаешь, кто сосед у тебя. На лестничной площадке, да. Деда Мороза много дел. Мы не можем его долго задерживать, тем более сегодня 1 января. Но я, пользуясь случаем, хочу предоставить вам сейчас возможность выступить и поздравить всех, кто сейчас смотрит нашу программу с наступившим 2021 годом. Дорогие мои, дорогие жители замечательного местячка Люберца. Я поздравляю вас с наступившим новым 2021 годом. Я уверен, этот год будет позитивным. Но главное не останавливаться, главное идти вперед и не сворачивать ни вправо, ни лево к намеченной цели. И будет в вашей жизни все ладно да складно. А что бы Дед Мороз пожелал персонально себе? Чтоб все были здоровы. Чтобы у меня не просили здоровья бабушки или хорошим друзьям, приятелям, которые в прошедшем году покинули этот мир. Я в этом плане сделать ничего не смогу. Помочь – да. Подарочек выбрать. Или какое-нибудь чудо небольшое свершить. Или ответить на письмо. Или ответить на письмо, поддержать. И не только это. Приходите в гости в Кузьминский лес ко мне. Я всегда буду рад встретиться с вами, рассказать, все показать, приветить. Ну и самое главное – сделать подарочки хорошим людям. Ну что ж, 2021 год, что называется, набирает обороты. 2020 год уходит в прошлое. Но, как всегда, все самое лучшее мы забираем с собой. И очень надеемся на то, что 2021 будет замечательным. Потому что 1 января здесь, в открытом диалоге, у нас был сам Дед Мороз. С Новым годом! С Новым годом! Ура! Это «Мороз.мороз.мороз.мороз.мороз.мороз.мороз.мороз.мороз.мороз.мороз.мороз.мороз.мороз.мороз.мороз.мороз.мороз.мороз.мороз.мороз.мороз.мороз.мороз.мороз.мороз.мороз.мороз.мороз.мороз.мороз.мороз.мороз.мороз.мороз.мороз.мороз.мороз.мороз.мороз.мороз.мороз.мороз.мороз.мороз.мороз.мороз.мороз.мороз.мороз.мороз.мороз.мороз.мороз.мороз